Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1079. События дня. Римлянам 8.9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. 1 Коринфянам 6.19. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущая в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Это за 29 ноября 1918 года. Вот наше объявление. Объявление, притом, попросили люди, не один человек. Дайте объявление, может, кто-то и поможет. То есть проверить это легко, что мы не обманываем, а прямо здесь эти дети стоят, умерла мать, потом поминки. Моего тут ничего нету. Просто попросили сделать. Наталья. Роман. О записи надо было сказать вначале новому щелоку, а не в конце. Игнатий Тихонович вначале спрашивает, вы не против записи? Если против, выключаете все. Столько времени разговора и без толку. Только впустую повторяйтесь и тянете время. Виталий. Как говорится, вынос мозга. Роман сразу же отвечал. Ща бы корова мучала, Виталий. Расскажите, как вы полчаса выносили мозг мне, когда вы позвонили мне на мой вопрос о том, почему вы не зарабатывали обработкой видео. Если вы говорите, что за это хорошо платят вам. Но вы потратили деньги, чтобы поехать к Игнатию Тихоновичу. Обременяли его и брали деньги у него. Брали деньги у меня. Я ни копейки не давал. Он работал там и заплатил батюшка ему. Потом на другой работе сарай он городил у Игоря Барабаша. А меня не было. Тут неправильно кто-то понял. Виталий. Будь тише. Довольно пены. Разговор какой. Роман. Что изменилось настолько, чтобы можно было сказать довольно? Вот думаю, что сказал. Дмитрий. Рыба гниет с головы. Пока архиереи не захотят обратиться к священному писанию, к святым отцам, тем самым переформатировав свое сознание к первохристианским временам. Все будет скуднеть и затягивать всех в мир сильней и сильней. Возьму самый пустяковый вариант. Сейчас не то, чтобы мирянин. Мирян заставляли носить борды. Но даже священники бреются. А с часы так и вообще полностью. Служители церкви празднуют Новый год с 8 марта и 23 февраля. Тогда как некоторые безбожники этого уже не делают. Прямо какая-то мерзость запустения, о которой писал Даниил. И что самое страшное, как мне кажется, это запустение будет все сильнее и сильнее. Сейчас не церковь превоспитывает мир, а мир церковь. И может в скором будущем дойти до того, что им уже ложников венчать станут. Да уже венчают. Уже есть у католиков, у православных. Они тысячу предлогов и соусов найдут, как это они делают сейчас с лживым крещением, бородобритием. Рукоположением до 30 лет, торговлей в храме и прочее, прочее. Вот, Дмитрий, молись. Ты коснулся такой глубокой темы, говорится, на тропу войны вышел. Все правильно говоришь, но будут гонения и скорби. Приготовься к этому. Скорби. Игнатий Тихонович, вот один на весь мир, кричит об этом уже более 50 лет. Ревнует о Боге. Так его и ретверьтики, экссектанты записали. У них на все отговорки. Тех священников, которые также в одном духе с Лапкиным их запрещают, а тех, которые Ветхий Завет называют еврейскими сказками, это Пархоменко и Константин. Прости, Господи. Они продолжают служить и проповедовать. Но этого-то уже вообще никуда. Безбожник. Антихрист настоящий. Я говорю про этого, который, так говорит, там выходит, Пархоменко, Константин. К нему нельзя ни на исповедь никак идти. Прям антихрист настоящий. Роман. Поэтому наше дело говорить архиереям и священникам, что их накажет Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Дмитрий Романов. Я в течение двух месяцев это делал. Ходил на щепитие с молодежью. Все тактично, со ссылками на Писание и святых отцов. Итог. Мне не то, чтобы слово давали сказать, но и стали игнорировать мои вопросы на листочке. В итоге, после таких щепитий, стал гневаться и сильно нервничать. Даже спать плохо стал. И вывел себя из душевного спокойствия. Поэтому Игнатий Лапкин, его община, Сергей Парализованный, моя отдушина, мои единомышленники. Теперь другой пишет мне. Очень интересно. Уважаемый Игнатий Тихонович, хочу поделиться с вами следующими переживаниями. И молю Бога о том, чтобы мне удалось передать смысл моего обращения. Признаюсь, что ваши рассуждения, основанные на Святой Библии, были для меня нечто новым. И тем самым послужили поводом задуматься о некоторых вещах. Немного в ином русле, а что-то и вовсе пересмотреть. Но есть, на мой взгляд, один момент, на который нужно обратить особо пристальное внимание, на котором я и хотел построить свои рассуждения. Если позволите, прежде хотелось бы рассказать небольшую предысторию из моей жизни. Дальше читать не буду, просто буду проводить. А вы спокойно задерживайте и читайте дальше. Сткните, задержите и просчитайте. Не пожалеете. Субтитры сделал DimaTorzok И отвечаю, когда я начал считать, то показалось, что с некоторыми выражениями я не только согласен, а что это взято из моих книг, настолько все близко. Чтобы спасти свою душу, не обязательно сидеть на одном месте и спасать только вокруг тебя и рядом. И дальше я привожу места писания. Прочитайте их. То есть надо идти свидетельствовать все же. Увидеть неладное – это нужно. Но дальше начинаются и трудности, и горы, и хляби, трясины, и бореломы. И нужно обиходить землю, распахать на вины, соляну, засеять. Не лежа на диване с шашкой на голое тело и вопить. Даешь магнитку. Это такой я картинку видел нарисованную. Свесив дрябле брюхо с мягкого дивана. Итак, за дело. И не завтра, а именно сегодня. И именно сейчас. И места писания. Прочитайте. Ну и мое стихотворение тут подняли. Бедность не порог пословец согласит. Порочным и ленивым оставишь и лазейку. И нежится и тешится природный паразит. Не пашет вовремя, ревность нанесеет. Отходит он в отхожее ненужным. К нему за помощью никто не постучится. В его жилище вход нуждающимся сужен. Запачканного здесь не преобразует в чистых. Есть нищета телесная. Причины есть тому. Нужда, пожар, воры, ограбление властью. Заплаты нет хотя бы починить сумму. И мало кто житье таких сумел подсластить. Старокой бегущий праздничный обед. Хотя, трудясь, так редко просыхает. И не дается грамота. Приходится корпеть. Вы видели таких? Не раз о них слыхали. Так помогите же ослепшие в богатстве. Услышьте же оглохшие от воплей. Не принуждайте алчащих вновь за дубины браться. Внезапно революция и ваш гарем потоплен. Но в бедности телесной разбогатей духовно. И страсться на молитву. Бьемся со вселенским Павлом. Обогативший мир по плоти был так беден. Обогащает Бог. Обогащает Бог. Обзнакомился с истинным православием и полюбил Святую Библию. Понимаете, это чего-то стоит, и те, которые нападают, то пусть они тоже покажут, что им кто-то это сказал, что на кого-то пролилась эта милость. Я выделяю, чтобы легче было найти. Я знаю, что все надо сверять со Священным Писанием. Но хотел бы знать ваше мнение. Если у вас будет свободное время, не могли бы вы в связи с событиями с Церковью на Украине посмотреть насчет этого события? Явление Спасителя Господа нашего Иисуса Христа в 1926 году вблизи Киева. Вот здесь есть описание. Если вам удобнее, я прикреплю еще документ с этим описанием. Вот еще некоторый материал, который я смог найти в интернете. Заголок. На месте явление Спасителя митрополит Павел осветил на купольный крест храма. Дальше. В 88 лет прошло со времени явление в окрестностях села Демида в 1926 году двум пастушкам-отрокам Николаю и Емельяну. Господа нашего Иисуса Христа. Ну и дальше. 30 июля. Слава Богу за все. Спаси Христос вас и всех нас. И тут я нахожу. Полиция Мамонтова. Полиция по жалобе маме Батуйгина Тимоши. 153 986 просмотров. 169 комментариев. Для нас это огромная сумма. Дело было в поселке Потеряевка. Советую посмотреть этот видеоролик совместно всем вашим сотрудникам. Это я написал им туда в Мамонтово. Не так часто бывает, что полиция и прокуратура так грациозно проводили свою работу. Профессионалы любезные. Почитайте комментарии. В этих отзывах никаких слов. Менты проклятые. Прокуратура фальшивая. Но только хорошие слова и от верующих, и неверующих, и от мусульман. Тандем этих сотрудниц удивителен. Там помпрокурора и милиция из милиции. Они были в нашем детском трудовом лагере в Стане. Я его начальник был тогда. Теплые воспоминания. Многие увидели, что в этих органах работают приятные, тактичные, образованные, человечные люди. Если можно, то отметьте как-нибудь доброту этих сотрудников села Мамонтово Тайского края. 3 июня 2018 года у нас в Потеряевке будет День деревни. Отмечаем ровно 200-летие от основания Потеряевки и 27 лет от начала ее возрождения из небытия. Поселок был ликвидирован на 20 лет 1872 года. 972-го. Тут ошибка. В начальник уголовного розыска села Мамонтово мне не раз обещался на торжество приехать с женой. Милости просим всех сотрудников этих органов и прокуратуры. Приезжайте к нам в гости. Мы ожидаем в этот день митрополита Алтайского Сергия Иванникова. Начало литургии с восьми. Потом будет трапеза концерта и экскурсия по Потеряевке и окрестностям. Дальше это мой адрес, телефон, сообщаю. Сегодня ролик я выставил. Его надо показать просто. Сейчас я покажу, а потом вернусь сюда. Вот он. А тут загрузка идет 9 минут. Трудно показать. Ну ладно, вот здесь вот покажу. Вот он ролик. Во свете Библии всегда и во всем и ответы на все вопросы и о делах церкви. Вот она. Ну у меня тут закачка идет, я не могу открыть. Но она прямо на первом месте. Показано тут 36 просмотров уже. Ну не знаю. Вот она где. Тут гимн. 30-го это сегодня ноября. Гимн наших ресурсов. Советую всем посмотреть. И тут я комментарий сразу дал. Ну как и что, возник этот ролик. Здесь он не может тронуть его с места, но если и накрутит. Охота открыть, сейчас еще чуть-чуть попробую подержать. Он коротенький. Без 10 секунд 5 минут всего. Нету. Не идет. Ну не идет, не идет, ладно. А, вот пошел. Сейчас маленечко доберется тут. Тут надо затормозить, когда уже идет она. И тогда она дальше пойдет легче. Сейчас посмотрим, как она пройдет. Какие фотографии подобрали. Это люди работали. Ну и он пока идет дальше. А я сейчас прочитаю тут. И потом вернемся сейчас. Вот. История возникновения этого видеоролика. Без моей просьбы, даже без знакомства со мной, а единственное по вдохновению, Владимир Мачалин написал слова этого шедевра. Правда, после он пытался меня подбить на то, чтобы я согласие дал заново составить этот ролик. Но уже с иными, более мощными словами. И таких вариантов Владимир мне прислал никак не меньше дюжины. Убеждая меня, чтобы напели этот гимн дети. Баптисты посоветовали и музыку другую. Но меня не он и никто другой так и не смогли убедить в этом их искренном намерении улучшить. Остался первый этот вариант. Ознакомил с ним друзей. Сделали его входным на наш видеоканал. Входным. Нет, не на видеоканал. Тут тоже ошибка. Не заметил я. На форум. Тогда я вплотнуюсь занимался составлением роликов с картинками. И там повторены дважды этот гимн с показом ноги фото. Но его кто-то переделал уже совсем иными. С иными фото. Показы где. И теперь я попросил Ивтушенко Сергея гимн во свете Библии из аудио переделать в видео, что он и сделал с присущей ему элегантностью и быстротой. Всех участников, помощников, столь любвеобильных к святому делу, благодарю. 1 Параллепимон 12,18. Мир тебе и мир помощникам твоим. Ибо помогает тебе Бог твой. Псалом 145,5. Блажен кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Евреям. 13,6. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Интересно, а если это вот... Ну, да. Помощники. Помощники нужны мне ежедневно, как маркетану нож и позарез. Найти Адама, отыскать бы Еву, и я за куст туда едва пролез. Один, как в поле, перст, так одинок. Дела не ладятся, сам всюду на подхвате. К закату в старости совсем я сбился с ног. Друзей приискренних мне разыскать бы. Помощники, они при должностях немалых. Пробьют тоннель среди громады скал. Так много предприятий без них не начинал бы. При первом затруднении позиции те сдал. Но слева, справа, руки подопрут. День удлинится даже раза вдвое. Когда тону, за борт мне бросят круг. Благодаря помощникам я столько дел усвоил. Не знаю почему. В учителях столь женщин. Они подталкивали к нужным ремеслам. Без них свой список добрых дел уменьшил. На новом поприще значительно ослаб. Друзья, помощники просто не чужие. В моих делах оставили свой след. То мэр, то прокурор. Как для меня ожили. Въезжай в новый город на чужом осле. То интернет вынюхивает след. То форум стоит, то и тучность заедает. Здесь без помощников давно б сошел на нет. С занозой может стать статья любая. Кому же я сегодня помогу? Кто ищет и вызванивает по моим следам? Кому на рану тяжкую успел доставить жгут? И кровь, не пожалею, бесплатно дам. Господь, возьми меня в помощники себе. Найми меня в одиннадцатый час. С твоей нищетой зову всех на обед. Двор наполняется. Их сапоги стучат. Игнатий Лапкин, 19 августа 2010 года. И вот сколько здесь просчитайте эпиграфов о том, что помощники. Сейчас я подойду. Подойду, помолимся. Вот, прочитайте это. Так, очень хорошо сделали, я Сергею ответил. И уже выставил на нашем видеоканале. Комментарий мой, там прочтите. И еще. Можно ли входной на нашем форуме сделать так же? То есть, откуда мне выставили вот этот? Ну и теперь что? Теперь я открываю этот. ПЕСНЯ 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 Ну вот, что сказать. По милости Божьей, пока на сегодня все события. Ну и что вчерашний день делал? Тут такая погода хорошая. Вечером долго во дворе гулял. Благодарили Бога. В Богу слава. Аллилуйя. Аминь.